Ребята, всем привет! Несколько дней назад опубликовал это видео у себя на странице в фейсбуке. Видео неожиданно для меня получило очень много комментариев, очень много репостов. Люди очень живо обсуждали то, что происходит на видео. Хочу поделиться с вами этим видео на своем канале в YouTube. Не потому, что кончились полицейские, я думаю, этого добра еще на мой век хватит. Видео затрагивает такую актуальную тему, как хамство в супермаркетах. Очень много конфликтов, оказывается, у людей происходит с охранниками. Один из конфликтов произошел и у меня. Расскажу кратенькую предысторию, и после этого вы сможете увидеть, что же произошло. Посещал один из супермаркетов метро в городе Харьков. Посещал не для того, чтобы купить продукты, просто посетил его для того, чтобы отправить посылку на новой почте, которая находится на территории этого супермаркета. И, выходя уже из дверей, ко мне обратился охранник в абсолютно недопустимой форме, наглой. Его не устроило то, что я выхожу через те двери, через которые я и зашел. Оказывается, у них там есть какие-то особые правила, вы должны зайти в одни двери, выйти в другие. В общем, я не стал вдаваться в эти подробности, меня не устроило, в принципе, его хамское поведение. И я пошел к его руководству. Что было дальше, вы сейчас увидите. Значит, видео оказалось полезным для многих людей, которые его смотрели. Очень многие не знают, как действовать в подобной ситуации. Как отстать свои права, когда вам кто-то хамит, угрожает. В данном конкретном случае вооруженная охрана метро меня задержала, не выпускала меня из супермаркета. Вызвала охрану, тревожную кнопку, полицию. В общем, всех, кого только можно было. Что из этого получилось, смотрите на видео, пишите комментарии. И до новых видео, пока. Я не собираюсь с вами общаться в таком слое. Я тоже не собираюсь с вами общаться. Вы уже наобщались. Здравствуйте. Вы начальник охраны? Нет, я не начальник охраны. Выходит из второго зала. Вот это сотрудник ваш, хамит, общается не хамил. Не хамил ни разу. Что случилось? Нахамил ваш сотрудник. Я сейчас не видел, чтобы он вам объяснял. Причем сейчас, когда мы выходили. Давайте сейчас, что случилось? Я еще раз повторю, ваш сотрудник нахамил. Не надо, пожалуйста, не снимать. Я буду снимать столько, сколько я посчитаю нужным. Вы не имеете права, еще раз. Если не имею право, заявление в полицию, пишите, будем разбираться. Хорошо. Еще раз говорю. Я согласна закону о море Украины, что я вам не даю. Руки уберите от моего телефона сразу. Мне ваше разрешение не надо. Замечательно. Не надо. Для съемки ваше разрешение не надо. Я вам не даю разрешение. Отлично. А мне, ну не надо. Мне, ну не надо. Что вам не надо? Ваше разрешение для того, чтобы вас снимать. Что вам надо? У вас есть какие-то проблемы со съемкой? Полицию вызывайте, пишите заявление. Давайте. Вызывайте, от вас книга жалоб на ваших сотрудников. Останавливаемся, здесь ждем его, в принципе, полицию и будем разбираться. Хорошо, ну до этого момента книгу жалоб. Пожалуйста, на ходе. Ваше имя, фамилия, как вас зовут, кем вы являетесь. Я начальник службы безопасности. Руки от меня, пожалуйста, уберите. Пройдите туда. Так, куда он, куда он проходит? Он сейчас пойдет на руку. Да руки от меня уберите. Я никакими руками не трогаю. Во-первых, во-первых. Вызываем полицию и сказали. Вы до этого момента меня задерживаете? Да, мы вас задерживаем до этого момента. А кто вы такие, чтобы меня задерживать? Согласно законодательству, вы нарушаете закон Украины. Какой именно? О защите персональных данных. Что сейчас? Вы снимаете меня. Я вам разрешение не давал на съемку. Я вам не давал на съемку. Я вам не давал на съемку. Вы что, вы меня будете задерживать? Я такой побежал, вы меня задерживаете? Вот так вот бежите. Да, вы меня задерживаете? Да, да. Ну попробуйте. Попробуйте, давайте. Попробуйте меня задержать. Давайте, задерживайте. Задерживайте меня. Я хочу данные сообщить. Давайте. Вызывайте! Мои данные я вам сам скажу. Я хочу посмотреть, кто вы меня будете задерживать. Я не собираюсь задерживать. Так вы же грозите, что меня задерживаете. Вы же сказали полицию. Я вызываю полицию. Вызывайте! А до этого момента я буду сам решать, где мне и как себя вести. Еще раз. Я никуда не убегаю. Не надеетесь. Пожалуйста, еще раз говорю. Останьтесь здесь до приезда полиции. Так вы задерживаете или пожалуйста останьтесь? Я что, вы сказали вызвать полицию. Вызывайте. Это ваше решение. Вы будете писать заявление. Я буду писать. Я буду писать заявление. Я буду писать заявление. А до этого момента вы меня хотели задержать. Я правильно понимаю? Я вам сказал. А вы сказали вызвать полицию. Я сказал. Вы вызывайте. Это ваше право. Хорошо. Вы вообще даже не понимаете, что вы делаете. Я смотрю. Вам никто не давал право снимать меня. Да мне ваше право не надо. Замечательно. Вы меня попросили? Я вас попросил не снимать. А я вам отказал. Это мое право. Я как гражданин Украины. Обращаюсь в полицию. Пожалуйста. Вы проводите метровый разъемку. Нет проблем. Нет проблем. Нет проблем. Но до этого момента вы меня задерживаете? Я вас задерживаю. Я сказал. Вы хотели вызвать полицию. Вы хотели. Вы ошибаетесь. Это ваше право. Это мое право. Я вызываю. А до этого момента вы меня задерживаете. Я правильно понимаю? Я сейчас проводился полицию и мы разберемся. Вы меня задерживаете до этого момента. До приезда полиции? Да. До приезда полиции? Да. Вы сказали вызвать полицию. А вы вызываете что хотите делать? Я сейчас. Вами задержан. Ваша служба охраны меня задерживает. Наша служба охраны вас задерживает до приезда полиции. На основании чего? На основании закона охранной деятельности. Я что-то нарушил на основании этого закона? Вы нарушили мои права, как гражданина Украины. Вы же сейчас стоите и снимаете. Вы меня снимаете. Я вам недолго раздражения. Домечательно, хорошо. Вы не правы, 100%. Вам сейчас покажу закон. Я не правы, 100%. А вы меня задерживаете? Мне не снимаете. Согласна с законом. Не надо меня снимать. Я вам не давал раздражения. Мне не надо ваше право, вы ошибаетесь, мне ваши права не нужны, для того, чтобы вас снимать. А до приезда полиции вы меня задерживаете. А до приезда полиции, молодой человек, вас сотрудники охранной компанией, бизнес в СПК, КТБ, задерживают до приезда полиции, что согласно закону? Физически задерживают. Разобраться, вот с вами разберутся. Поверьте мне, со мной разберутся? Да, разберутся с вами. Хорошо, пожалуйста, а где ваш бейджик, можно видеть, что вы сотрудник, а не просто человек? А зачем вам он бейджик? По закону у вас должен быть бейджик. По закону у меня охранная компания, я сотрудник МЭТРА. А можно увидеть это? Конечно. Будьте любезны, приносите. То есть вы против? Вы приходите со мной в чужой монастырь, понимаете? В каком монастыре? Это МЭТРА. Это МЭТРА. Это монастырь ваш? Я вам давал решение снимать меня. Не, ну не надо. Зачем? Что зачем? Зачем не надо? Зачем вы меня снимаете? Меня не устраивает. Понимаете, что вы меня снимаете? Почему вы считаете возможным называть меня на «ты»? Вот расскажите. То есть когда вы мне хамили здесь? Нет, я не хамили. А вы не хамили? А вы меня «ты»? Да. Дмитрий Горкольцев. Вы читать умеете по-русски? Ну так. По-русски, да. Отлично. Отлично. Хорошо. Ждите. Ждите полицию. Молодцы. Да, я сейчас решу сам, что мне надо делать. Вы просто не первый уже, кто так себя ведет. И что? И что с ними случилось? Со всеми кто? Что я увижу? Сейчас вы у нас приедете. Вы, в принципе, сейчас нарушаете мои права по гражданинам И что? Закон? Суд? Идите. Пишите заявление. Хорошо. Сейчас полиция приедет. Мы, в принципе, составим административный протокол. На кого? На кого? На меня? Зачем вы сознательно нарушаете? Я очень хочу на это посмотреть. Вы же как гражданин Украины, который выполняет законы Украины, правильно? Абсолютно верно. Я что-то нарушил? А что вы сейчас нарушаете мои личные права? Это СОУД решает, не вы. А что вы мои права нарушаете? Это СОУД решает. Сейчас почитаете. Вы в статьях большой знаток, начальник смены, да? Потому что вы не первый уже, кто так себя ведет. И ему доказывают, что он не прав. Скажите, в МЭДР вы всегда со всеми так ведете себя, когда кто-то снимает вас? Подождите, кто с вами ведет? Я вам пришла сказать, ваш сотрудник хамил. Хорошо. Когда он хамил? Подождите, подождите. Я сейчас, вы вышли, я вам сказал, попросил вас по-людски, по-человечески, не снимайте. Мы разберем в этой ситуации. Да вы можете все что угодно просить, это мое право снимать. Хорошо, это не ваше право. А ваше, наверное? Ваше право дома, я не знаю, ходить по огороду там, еще что-то, это ваше право. А, я понял. А когда вы находитесь в общественном месте, есть правила общего поведения, понимаете? А, я понял. Вам нельзя снимать в общественных местах? Понимаете? В общественных местах нельзя курить. И снимать нельзя? Да, распивать спиртные напитки. А, я понял. Точно, гражданин Украины, я вам свое право не давал снимать себя, вы понимаете? Я понял. Вы просто не давали мне право на себя снимать. Так точно. Все, ну теперь полиция, суд и все, административное постановление, протокол, да? Ждем. Хорошо, ждем. Вы просто цели ваши каковы. Чего вы забиваете? Цели мои таковые, чтобы я пришел в мэтро, я вам напоминаю, что это не ваша частная контора, это серьезный, солидный магазин. И я хочу, чтобы сотрудники, которые здесь работали, вели себе подобающее. Так это частная контора, чтоб вы знали. Так я вам объясняю. Это частный магазин. Чья территория тоже частная, понимаете? Так если вы не в курсе? Вы сейчас нарушаете права частного человека. Какого человека? Человека, который все этим владеют. И что? И мои права нарушают. Всех охранников права мэтра я нарушил. Вы нарушаете права гражданина Украины в том, что он вам не давал снимать. Да мне не надо права. А ему хамить можно мне. Я правильно понимаю? Я не слышал, чтобы он хамил. Так как вы могли слышать? Вас не было. Так а я вам пришел для этого. А вы мне дали объяснить? Так непонятно. Получается, мы не нашли с вами общего языка. Да нам не надо искать с вами общий язык. Я пришел к вам, как руководитель, сообщий. Хорошо. Чтобы ваш... Вы это же не слушайте. Это же сейчас. Да я ситуацию знаю. Откуда вы знаете? Вы же не слышали. Потому что Светлана Александровна мне эту ситуацию обраслевала, когда вы приходили и жаловались на него. На кого жаловались? Я еще ни на кого не жаловался. Я сразу к вам пошел. Я вышел с новой почты и сразу пришел к вам. Это прошло... минута прошла. Кто к вам приходил? Минута прошла. Так правильно. Это не я. Я вам говорю, что ситуация. Я выходил. Ваш сотрудник. Слышишь ты, куда пошел? Меня не устраивает такое обращение. Не мог я такого сказать. Ну конечно. Да. Слышишь ты, козлина вот так вот, да? Не козлина. Они говорили козлина. Вот это не надо. Я попросил человека, кто ты такой? Я так не говорил. Начался разговор такой. Кто ты такой? У вас же есть видеонаблюдение? Конечно. Это же легко посмотреть. Конечно. Так идемте посмотрим. Конечно. Идемте посмотрим, как было. У нас все есть. Вот вы еще слышите, да? У вас же есть видеонаблюдение. В чем проблема? Давайте пойдем посмотрим. Секундное дело. И правду сразу легко увидеть. У вас тут 45 камер на входе. Давайте объясним. В чем проблема? Я еще раз поясняю. Ваш сотрудник позволил себе хамить незнакомым людям, посетителям данного магазина. Что вы... Я хотел к вам обратиться для того, чтобы описать... Послушайте. Делается это таким образом. Это не очная ставка. Мы не в полиции. Я пишу просьбу разобраться в ситуации. Совершенно. Вы получаете от него пояснение. Конечно. То, что происходит... Так вот, я этого и хотел. То, что происходит сейчас... Я это и хотел, я вас попросил... А я вам отказал. Я вам объясняю, что вы не имеете права это делать. Слушайте, у вас для этого есть все инструменты законные. Вызвать полицию. Написать заявление. Пожалуйста. Я это сделал. Но мне никаким образом это не мешает сейчас разобраться в той ситуации, по которой я пришел. Я иду за ручкой. Хорошо, конечно. Там вы потеряли эти правила покупки у нас. Мне это зачем? Я в ваш магазин не заходил. Хорошо, но я... Не заходил. Я услугами вашего суда не пользовался вообще. Хорошо, я понял. Я так понимаю, вас вызвали... Ужирите, пожалуйста. Не, я не буду убирать. Я еще раз говорю. Убирайте, пожалуйста. В смысле, я еще раз говорю. Пожалуйста, уберите. Я не хочу. Я имею право снимать вас. Вы не имеете права меня снимать. Почему? Потому что я на работе. Тем более, я имею право снимать. Не имеете право снимать. Уберите, пожалуйста. Я говорю, камеру уберите, пожалуйста. Вы кто? Как вас зовут? Я говорю, камеру уберите, пожалуйста. Вы кто? Как вас зовут? Какая разница в том? Уберите камеру, пожалуйста. Какая служба? Кто вы такие? Охрана метра. Уберите камеру, пожалуйста. Охрана метра. Представьтесь. Удостоверение. На основании чего требуют. А я не обязан ничего убирать. Уберите камеру. С чего? Что меня обязывает убрать камеру? Вы можете мне пояснить, что меня обязывает убрать камеру? Уберите камеру, пожалуйста Почему? Потому что вы просите Вы не имеете права снимать Я не хочу, чтобы вы меня снимали Садия какая? А ну 127-я Без моего согласия вы не имеете права меня снимать Кто вам такое сказал? Закон Украины Вызывайте полицию, полиция вызвана, пишите заявление Вот сейчас полиция приедет Пожалуйста Без вопросов А до этого момента, пожалуйста, я прошу не повышать на меня голос и не мешать мне Я не повышаю, я попросил А я вам отказал Культурно отказал? А я вам говорю, не снимайте меня А я вам культурно отказал Я не хочу, чтобы вы меня снимали Вы можете не хотеть Это ваше право Какие проблемы? Не хотите? Пожалуйста Проблем нет Не хотите? Постойте, там я вас не буду снимать Я же к вам не подходил У нас диалог такой Что лоб, что пол Все едино Вот такой диалог А нет, монолог А на лоб Монолог Случай Быстро вы, оперативно Ну как, вызов поступил и приехали Что тут у вас за скандалы? У нас все в порядке Никто не скандалит Все мирно, дружно Да, ну это же его право Снимать, не снимать А ваше дело Чтоб не было Смотрите, люди даже с оружием приехали Что бы только я не снимал никого Не снимал Вопрос не в том, что с оружием А в том, что Я вам еще раз говорю Как гражданин Украины Я вот Один сотрудник охраны Второй Я вам такое право не давал Снимать себя Как гражданин В общественном месте Вы можете снимать Что угодно Но я вам лично скажу Это к ним, мне не надо Вы мне это мне объясняли Это все полиция объясняет Не мне Так а что конфликт? Конфликт, ну он Пусть объяснит Он делает в том, что Я хотел выслушать его изначального Ребят, я вас не вызывал Ваши услуги меня вообще не интересуют Поэтому вот Заявитель Все вопросы к нему Да, говорите Что происходит? Да ну пойдемте в кабинет Я просто Я шалую объясню Пойдем Я нужен? Ну если мы будем оставаться здесь Я же расскажу Потому что в генпортический Для чего вам? А? Ну как вам представляться? Можете Саша ко мне обращаться? Саша Скажите Ну нам объяснил представитель мэтра Что шутная горя произошло Что тут есть Вход, а есть выход То есть Когда сюда заходишь Я так понимаю Выходить надо Послушайте Давайте, чтобы мы долго не развозили Да Я подъеду в райотдел И отдельно напишу заявление На сотрудников данного предприятия Пойдемте у нас Мы сейчас зарегистрируем Я не поленюсь поехать Я хочу приложить видеофиксацию 1 травня 10 Да Потому что там физически ограничивали Мой свободой Задерживали меня здесь Даже вызвали вооруженных людей Которые, кстати, тоже вели себя агрессивно Вот и все Все, хорошо Тогда заявление вы напишите Здесь не будете написать У меня к вам Нет ни пояснений Ни заявления Может вы здесь напишите А мы сейчас зарегистрируем Вы не переживайте Я хочу подъехать с видеофиксации И продемонстрировать У меня просто сейчас нет технической возможности Все, не вопрос Хорошо, Саша Да Ну, собственно, все Заявление написано Сейчас я узнаю Если меня не задерживают еще Меня задерживают еще Скажите, пожалуйста Я могу идти? Я уже не задержан? Еще есть ко мне вопросы? У вас еще есть У вас еще есть У вас полиция Не, полиция не сможет Установить априори Почему? Ну, вы сейчас увидите Потому что я пойду Они не смогут Давайте Дождемся Спросим Ну, сейчас Я вы Ну, что Можно его позвать? Алло, алло Можете Помочь А вы не могли бы У Кеннеди там Обращать? Потому что Возвращение Все не понятно Что? Он отказывается Он отказывается Нет, нет, нет Смотрите Дело в том, что Я не Мы хотим узнать Кому обращаться Я же не знаю Я представился Он сказал Называть меня Александром А, называть Александром Вы написали документы Чтобы мы понимали Кто вы такой Давайте так Если есть Законное основание На котором вы Имеете право Я закончу Если есть Законное право На котором вы можете Условить мою личность Я готов предоставить документы Если таковое есть У нас законов нет основания У нас полицейского Есть ситуация Есть конкурент И так далее Но вы, в принципе Смечательны данного Ситуации Если у вас Данного конфликта Будьте добры Если вы Законное право Существует граждан Я представился Трудникам Против сведения С одной стороны Представился Клюбик Мой Я не поставь Представь Пожалуйста А что меня Обязывает это делать Вы же участник Конфликта Что меня Обязывает это делать Есть норма Закона такая Если полиция потребует На законах основаниях Я тут же показываю Я обращаюсь Сотрудникам полиции Узнаю ваши данные Я же не к вам Я же нормально обратился Вы сказали Что я вам не предоставлю Такие данные Правильно В отличие от вас Я представился Это ваше право Я как сотрудник Ваше право Я даже не знаю Как вас зовут Я не сказал Саша Ну вы сейчас Вас зовут Саша Очень приятно Саша У нас есть Минофобили Есть Я ее с радостью Покажу сотрудникам полиции Если на это будут Законные основания Сотрудник полиции Если сейчас Законные требования Выскажи Без проблем покажу Данный гражданин Я же вам говорю Мы к нему подошли Когда от вас слышали Он оказался Он тоже самое нам ответил И меня зовут Александр Мы один Придем у вас Объяснение Может заявление Если у вас есть Такого Он нам сказал Что Я обращусь В личном характере В Дерачевской Делать Ситуация такая Я сейчас Причу Если вы хотите знать Если вы действительно хотите знать То я вам объясню Для всех людей Которые будут вас смотреть И для вас Что данной ситуации Вы вообще априори Не имели права Меня задерживать Я закончу А вы потом скажете Что вы сделали И ваши сотрудники И они прямо нарушили закон Я имею полное право Снимать И я это делаю И более того У сотрудников полиции Сейчас На основании вашего заявления Нет никакого законного права Требовать мне документы Потому что Это заявление принимается Его рассматривает следователь Если он увидит В вашем заявлении Какие-то вещи Которые нарушают закон Они Я закончу Я закончу Они меня Они будут Инициировать Разыскные действия Устанавливать мою личность Вызывать меня И только потом Устанавливать мою личность До этого момента Ваши заявления И ваши подозрения Не имеют никакого основания Для того Чтобы я показал Свои документы Так понятно Если вы знаете К чему тогда Вы меня задерживали К чему вы сейчас Требуете установить Мою личность Это незаконно Вы меня задерживали Физически Что я зафиксировал И на что я обязательно Напишу заявление У меня последний К вам вопрос Я еще кому-то из вас нужен Все Я вам не нужен Вы больше не задерживаете Больше не задерживаете Больше не задерживайте меня Да Отлично Всего доброго Вам тоже Ребята Ну что Магазин Мэтра Вы все в принципе Сами видели Никогда не бойтесь Когда вам угрожают Вызывают сок Не важно Кто к вам приезжает Никогда не бойтесь Ведите себя Подобающим образом Не хамите И все будет в порядке Магазин Мэтра В Харькове Делайте свои выводы Кто работает в охране Руководство Мэтра Тоже прошу обратить Ваше внимание На то Какие сотрудники у вас работают Какими знаниями не владеют Как они действуют В ситуациях Которые по большому счету Можно было не раздувать А просто вежливо себя вести И было бы все в порядке Спасибо Всем удачи Пока